так в кузнице ребят еще раз привет необходим сверлильный станок все вы помните вот этот СССРовский у нас это просто монстр, а не станок неубиваемый вот ребята на нем, он у них качует из кузницы в кузницу, сколько Паш ему уже? ну я не знаю 10-15 в прокатке лет 10 и просим мы еще у кого-то взяли то есть лет 30-40 он наверное как я ему лет 40 то есть вот он работает, не ну понятно что у него есть износ, да что у него есть износ, там все остальное но по сравнению допустим сейчас если взять какую-нибудь импортную сверлилку будет она так же работать? да конечно, и станина вся в негодность придет а тут только шкиф ломался пару раз какие-то еще тут части пружинка ломалась да я даже не знаю что это за модель там нету никакой таблицы там вот он ребят сбоку, это вот в школах раньше такие стояли на производствах то есть вот такой сверлильный станок то есть я не знаю тут патрон, все зажимается то есть все там, потом этот как он, на клинже, по-моему, да у нас? нет, ну на конус сам-то патрон на клин, Саша, на конус ну мы посадили вот это и все да, то есть все, пожалуйста, часы вы закрепили, все просверлили до 30 миллиметров сверлим да, все, то есть все удобно я не знаю, есть там импортные аналоги не, конечно есть, но вопрос здесь цены это вот то, что делали в СССР ну он железное качество вообще там еще на АТК стоит ГОСТ то есть надежная штука, да то есть вот сверлят так что вот, ребята, вот такой вот обзорчик тоже кратенький Павел Григорьевич с ними-то повеселее обзоры делай сейчас еще на мы следующая серия про наждак